День добрый! С вами Смирнова Ирина. Сегодня мы будем создавать уникальную картинку. И эту уникальную картинку будем подтверждать, действительно ли она получилась у нас уникальной. Работать мы будем с тремя инструментами. Первый инструмент это ресурс TNI. Второй инструмент это ресурс PowerPoint. И третий инструмент это очень маленькая и удобная программка, которая называется FastCapture. Вот ее иконка здесь появилась. Со всеми этими тремя инструментами будем сегодня с вами работать. Итак, начинаем с того, что ищем картинку в Яндекс картинках. Так как я подбираю картинку для сегодняшней статьи и ключевое слово у меня там будет уникальность, поэтому я вывожу сюда слово уникальность и получаю на выбор картинки. Предварительно я подобрала, чтобы у меня картинки были большие. То есть я вот здесь нажала выбор обои и выбрала размер своего монитора. После такого выбора у меня появился вот выдача картинок. Выбираю картинку вот приблизительно такого вида. Почему? Во-первых, эта картинка подходит по дизайну. У меня дизайн блога желтый, зеленый, но темные тона здесь будут смотреться неплохо. Это первое. Второе. Так как я эту картинку буду переворачивать, буду каким-то образом делать ее уникальной, мне нужна такая картинка, которая бы даже при развороте не изменялась по внешнему виду, поэтому здесь не должно быть никаких цифр, никаких подписей. Иначе при перевороте картинки у вас сразу будет видно, что ваша картинка перевернута на 180 градусов. Итак, выбираю картинку, кликаю по ней, получаю вот такой вид, большую картинку. Беру большую картинку исключительно для того, чтобы, во-первых, она качественно смотрелась, и во-вторых, чтобы я могла из этой картинки вырезать кусок. Не полную картинку показать, а именно кусок. Итак, вырезаю, захватываю, вырезаю картинку. Вот такую вот большую картинку вырезала. Дальше я ее сохраняю. Под каким именем я ее сохранила, неважно, потому что я потом с ней еще буду работать и буду ее переименовывать. Она у меня пошла в папку Image. Пишем сохранить. И вот теперь я выхожу, чтобы вы видели действительно, что эта картинка сейчас, данный момент не уникальна, я выхожу вот сюда, обзор, выбираю свою картинку и ресурс начинает проверку уникальности картинки. Посмотрите, 21 результат, то есть 21 сайт работал с этой картинкой. Картинку эту, конечно, ни в коем случае нельзя считать уникальной. Давайте попробуем ее сделать уникальной собственными руками. Для этого мы сейчас выйдем с вами в PowerPoint. И в PowerPoint через вставку и через рисунок вставим картинку. Она находится в папке изображения вот здесь. Вот я ее вставляю. Видите, вот она встала у меня как раз ровненько по величине странички. Первое, что я делаю, я ее разворачиваю от 180 градусов. Делается это очень просто. Захватываете вот за эту кнопку и просто разворачиваете ее под другим углом. Вы также можете эту картинку, собственно говоря, развернуть, то есть сделать ее, и потом, вот захватив эту кнопочку, вы можете ее повернуть под каким-то углом. Вот, например, вот так вот. И потом уже отсюда вырезать ее под таким вот определенным каким-то углом. В этом случае ее уникальность изменится очень хорошо. То есть она будет действительно у вас уникальна, потому что любой человек, который пытался сделать ее уникальной, конечно, не попадет. То есть очень маленький процент, очень маленькая вероятность попасть именно под этот угол. Что я делаю дальше? А дальше я на этой картинке пишу вот этот инструмент вставки текста. Я озаглавливаю картинку. Ну, давайте напишем ее названием моей статьи. Как сделать картинку уникальной. И знак вопроса поставим. Теперь я выделяю этот текст. И выбираю здесь инструмент вставка. Вот такие вот уже заготовленные форматы определенного шрифта. Ну, картинка темная. Наверное, лучше всего будет смотреться вот такой белый текст. Повтор произошел. Эту часть я убираю. А эту часть я восстанавливаю сюда. Вот так вот. И уменьшаю текст. Этот текст достаточно большой. Покажу. Главное. Конечно, 54 – это очень большой. Ну, вот давайте 44 возьмем. Выставлю ее по одному краю. И поставлю вот так вот. Или нет. Давайте вот сегодня я сделаю вот тут вот эту картинку. Вот так вот. Что я еще здесь делаю? Я обычно обязательно вставляю адрес своего сайта. Поэтому сейчас я точно так же беру инструмент текст и вставляю адрес своего сайта. Он будет у меня на темном фоне. Поэтому я его сделаю ярко-желтым. Вот таким вот сделаю. Вот он у меня появился. Этот я убираю. Я устанавливаю на темный фон, но предварительно уменьшаю в размерах до 28. Нормально. Вот так вот. Что я делаю теперь? Теперь я меняю вид захвата «Fastum Capture». Я выхожу вот сюда. Вот палитра. Автокрай. Водяной знак. И выбираю рамку. Рамка на моем блоге всегда вот такого розового цвета. Поэтому здесь вот она сразу же у меня появилась. Кликаю «Ок». И теперь инструмент захвата у меня будет давать картинку в розовой рамке. Еще раз уменьшаю картинку вот таким образом. И «Fastum Capture» дает мне размер. Ширину картинки 644. Мои картинки все по 300 пикселей. Я выбираю 300 пикселей. И вот теперь я сохраняю эту картинку. Даю ей название на латинице «Уникальность» по ключевому слову. Формат JPEG. Сохраняю. Теперь давайте проверим, насколько же наша картинка стала уникальна. До этого картинка была 21 результат. Теперь кликаю на обзор. Выбираю свою картинку. Вот она. И вставляю ее сюда. Идет работа. И выясняется, что таких картинок в интернете ноль. То есть моя картинка действительно уникальна. Вот так быстро, просто, буквально в течение 5 минут, вы можете сделать для своего блога уникальную картинку. Всего доброго. С вами была Смирнова Ирина. До новых встреч.